МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфир события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Осторожно, контрафакт! В самарских магазинах продавали подделку. Корабли в нашей гавани. Самарский речпорт завершает летнюю навигацию. Спектакль окончен. Кому достались главные призы фестиваля Волготеатральная? Кровавая полнолуния. Самарцы делятся в соцсетях фотографиями необычного природного явления. Поддельный сыр и масло на самарских прилавках нашли сотрудники управления Россельхознадзора. Экспертиза показала, продукция не соответствовала стандартам качества. Она не прошла контроль по жирно-кислотному составу. Сейчас специалисты выясняют, как фальсификат попал в магазины. Кроме того, в супермаркете, расположенном в Красногленском районе города, сотрудники Россельхознадзора обнаружили некачественные мясные продукты. В них содержалась кишечная палочка. Как сообщают контролеры, руководство супермаркета привлекут к административной ответственности. ООО «Ашан» в своей производственной деятельности не осуществляет контроль и не учитывает риски при производстве мясных полуфабрикатов. Так, из 12 отобранных проб, в 8 пробах было выявлено превышение общего бактериального микробного числа и группы бактерий кишечной палочки. Такая продукция не должна реализовываться. Она может привести как к отравлению, так и к общей интоксикации организма. В Самарской области побиты исторические рекорды температуры. Не только воздуха, но и воды в Волге. Синоптики заявляют, таких значений не было за всю историю метеонаблюдений и обнадеживают аномальные бабьи лета продлиться как минимум до среды. Впрочем, осень, хоть и теплую, все равно никто не отменял. Уже со следующей недели на Волге заканчивается летняя навигация. С 5 октября речной транспорт перейдет на новое сокращенное расписание. Это значит, что омики и восходы перестанут ходить до некоторых остановочных пунктов. Услугами речного пассажирского транспорта в Самаре ежегодно пользуется почти миллион человек. Павел Баймаков побывал в речпорту, чтобы узнать все новости навигации. Теплоход еле вмещает в себя всех желающих прокатиться. Десятки человек спешат по своим делам. Особой популярностью летом пользуются поездки с пляжа на пляж, а также на дачу. Не прекращается поток пассажиров и сел с правого берега Волги. Очень многие работают в городе из рождественных, например, с близлежащихся. Очень востребно, очень удобно. Очень часто ездим. Всем очень довольны, особенно обслуживанием. Время года диктует свои правила. Летняя навигация подходит к концу. В связи с этим, начиная с 5 октября, теплоходы перестанут ходить к некоторым остановочным пунктам. Сейчас их больше 20. С 5 октября уже выводим из эксплуатации пляжные остановочные пункты, которые расположены в зоне отдыха. Пляж имени Фрунзе, Зеленая роща, Средний пляж. Плюс еще снимаем остановочный пункт Солнечная поляна и Виновка, расположенный в селе Осиновка. Кроме того, с 19 октября доехать на теплоходе не получится до остановок Зольная, Богатырь. А с 26 октября до Гавриловой поляны, Подгоров, Нижнего пляжа, Шелехмете, Виновки, остановки, Монастырь. С 9 ноября прекратятся поездки в Ширяево, на поляну имени Фрунзе и Проран. С наступлением холодов на смену летним судам выйдут шесть катеров на воздушной подушке. Откроется переправа по льду. К зиме для пассажиров речники приготовили приятный сюрприз. Коротать время на пристани долго не придется. Хедлайнером зимней навигации в Самаре станет новейшее и недавно приобретенное судно на воздушной подушке «Нептун-23». Всех своих предшественников оно превосходит большой пассажировместимостью 23 человека и хорошей проходимостью. «Нептун-23» может спокойно пройти даже по битому льду. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Самарские дорожники продолжают рушить стереотипы. Они научились не только качественно укладывать асфальт, но и быстро. В этом году даже установили своеобразный рекорд. Завершили работы на две недели раньше положенного срока. Тема дорожного ремонта, а в этом году приведут в порядок 12 улиц, стала ключевой на совещании в городской администрации. Главные тезисы записала Марина Кравцова. Идеально ровная дорога, аккуратные тротуары, пешеходные переходы. Улица Огибалово от Красноармейской до Коммунистической почти готова. Осталось только доделать дорожное ограждение. В этом году в Самаре приведут в порядок 13 дорог. Причем заменят не только асфальт, бордюры и тротуары. Там, где необходимо, установят новые фонари. Всего на благоустройство улиц, скверов, дворов из областного и городского бюджетов выделили более полутора миллиардов рублей. Улица Венцик, Ульяновская, Шостакович, Астуденческий переулок, проспект юных пионеров практически готовы. А на некоторых капремонт продолжится в следующем году. Улица Антона Вовсеенко от Аврора до 22-го партиезда. Контракт переходящий. Работы будут заканчиваться в 2016 году. В этом году мы делаем только дублер Антона Вовсеенко. Еще 33 дороги ремонтируют так называемыми картами, участками более 100 метров в длину. На счету каждый рубль по многим контрактам удалось существенно сэкономить бюджетные деньги. К тому же дороги и тротуары в порядок приводят и ресурсоснабжающие компании после ремонта сетей. Тротуарная плитка от гостиницы «Волга» до «Ульяновской» спуска в полном объеме тротуара сделана. Это за счет вне бюджета, за счет организации, которая производит скрытие. И Красноармейская тоже плитку сделали. В этом году контракты заключили гораздо раньше обычного. И с ремонтом дорог подрядчики справились на неделю-две раньше установленного срока. В этом году впервые достаточно рано расторговались. Это был конец апреля, начало мая. Это позволило нам основные работы провести в первую половину лета. Олег Фурсов поставил задачу ведомствам. Всю проектную документацию по ремонту дорог на следующий год отправить в Министерство транспорта заранее. Тогда подрядчики смогут начать работу сразу, как наступит подходящая погода. Проект ремонта улицы 22-го портсъезда уже готов. По Ракитовскому шоссе вышел на финишную прямую. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Бьют ковшом и рвутся в бой. Снегоуборочная техника полностью укомплектована, рапортуют городские коммунальные службы. В этом году они так же, как и дорожники, учатся работать по-новому. Тыл готовят сейчас, когда зима хоть и близко, но еще не на пороге. О современных методах борьбы со снежными заносами репортаж Марина Матвейшиной. По паспорту лаповый погрузчик в народе золотые ручки. Этот зверь в паре с КамАЗом в два счета очистит городские магистрали от снега. А расправляться с заносами будут 9 таких машин. Вот эти лапы, они загребают снег. Будут грезти снег и через этот транспортер будет в КамАЗ грузиться. КамАЗ будет идти за мной. И будем грузить снег в КамАЗ. Городской парк спецтехники в этом году значительно вырос. На 64 единицы. Проверенные временем модели КамАЗов и тракторов и современные погрузчики. Многофункциональные и всесезонные. Мини-погрузчики это настоящий трансформер, новое навесное оборудование, новый трактор. Роторы используют зимой для очистки тротуаров от снега. А ковш или щетку, к примеру, можно использовать и сейчас, чтобы убирать город от мусора. Пока на улице тепло и сухо, техника обслуживает городские улицы по летней программе. Подметает и пылесосит. Но как только ударит холода, переквалифицируется в зимнюю. Технические возможности позволяют сделать это оперативно. Зимой на улицах города будет работать одновременно 300 машин. Вывозить снег будут на уже заранее подготовленные полигоны. А дороги и тротуары вместо привычного песка с солью будут обрабатывать реагентом. В этом году у нас противогололедные реагенты будут использовать 100% на пешеходных тротуарах. И немножко будет другой модифицированный реагент Бионортротуар. У него немножко фракция другая, то есть он исключает скольжение. И параллельно этому топит тот слой льда, который образовывается после движения пешеходов. На случай форс-мажора службы благоустройства тоже подстраховались. Договорились об аренде дополнительных самосфалов для вывоза снега. А также в запасе две снегоплавильные машины. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Самарец устроил оружейный склад в гараже. 42-летний мужчина собрал целый арсенал пистолетов и автоматов, переделанных из травматического оружия в боевое. А также боеприпасы к ним. 360 патронов разного калибра и порох. Сейчас силовики выясняют, зачем самарцу понадобилась столь внушительная коллекция. Безработный житель Самары угрожал взорвать несколько офисов банка. Вечером в субботу, 26 сентября, в полицию обратился руководитель одного из банковских учреждений. Он рассказал, что в колл-центр позвонил мужчина и сообщил о якобы готовящихся взрывах. К поискам преступника привлекли сотрудников уголовного розыска и ОМОН. В течение получаса силовики задержали звонившего. Появилось новое видеостроительство космос-арены, снятая с квадрокоптера. Напомним, что фундамент стадиона к чемпионату мира 2018 готов на 75%. Окончание работ запланировано на ноябрь-декабрь. Далее последует монтаж металлоконструкций всего стадиона. Пользователи соцсетей делятся снимками кровавого полнолуния. Рано утром 28 сентября жители России, в том числе и Самары, наблюдали за последним в этом году полным лунным затмением. В этот раз оно совпало с так называемым суперлунием. Это когда спутник Земли находится максимально близко к нашей планете и кажется больше, чем обычно. На этот раз эффективность картинки придал тот факт, что Луна приобрела красноватый оттенок. Российское правительство подписало постановление о переносе праздничных дней в 2016 году. Россияне помимо отпуска получат 30 суток отдыха. Новогодние каникулы продлятся 10 дней. Майские праздники будут сгруппированы по 4 и 3 дня. На Международный женский день выделено 4 дня. На День защитника Отечества – 3. Жители улицы Гагарина жалуются на плохой сон. И виной тому вовсе не красное полнолуние, что случилось этой ночью, а шумные гонки, которые устраивают мотоциклисты. Многочисленные жалобы горожан стали поводом для масштабного рейда с участием дорожных инспекторов и бойцов ОМОНа. В том, что у нарушителей не было никаких шансов скрыться, убедилась Валерия Макарова. В этот вечер Алексею Денисову не повезло. Опоздал в университет. Виной тому неуважение к закону. На, пробивай, у меня, скорее всего, категория нет. Я тоже так думал. 12.7, 12.37, 12.1, часть 1. И вакуалов. Да ладно, нет у меня категории, не надо ничего пробивать. Целый год ездил без страховки и водительских прав на мотоцикл, а поймали только сегодня. Теперь «Железный конь» отправится на спецстоянку, а его владельца платит несколько штрафов. Совсем другая история у Никиты Горбачика. Состояние так едет, не разваливается. По-моему, оно обменное, да? Ну, все. На мотоцикле я первый сезон. Вообще, стаж за рулем 10 лет. Многого насмотрелся. Поэтому соблюдать однозначно нужно. Нужно быть ответственным. Нужно уметь принимать ответственность за себя, за свои действия и ни на кого не надеяться. За один такой рейд госавтоинспекция ловит до 50 нарушителей. Особое внимание соответствует тонировке на машинах техрегламенту. Но в первую очередь следят за мотоциклистами. Водитель мототранспорта, находясь за рулем мотоцикла, более подвержен риску попасть в ДТП. А при ДТП получает более серьезные травмы, так как, в общем-то, он не защищен корпусом автомобиля. В этом году на дорогах губернии произошло 49 ДТП с участием мототранспорта. Пострадали 50 человек, 9 погибли. Будет больше порядка, будут ездить все с документами. И среди моих знакомых все номера повесили. Возможно, благодаря этим рейдам проще лишний раз остановиться, когда все документы в порядке, а не ехать там, не трястись. И думать там остановиться, а не остановить. Этой ночью в домах на улице Гагарина спали спокойно. Сотрудники госавтоинспекции следили за порядком на дороге до глубокой ночи. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Аплодисменты, цветы и статуэтки. Фестиваль «Волготеатральная», на котором свои лучшие работы представили актерские трупы из 10 городов России, завершился. Главный приз увезла Пермь, но и самарские служители мельпомены без наград не остались. Марьяна Мирная побывала на церемонии закрытия фестиваля. Спектакль «Визит дамы» от Тольяттинского театра «Колесо», который вошел в 20-ку лучших театров России, и сорвал шквал аплодисментов на закрытии фестиваля. Тема вечная о том, как сильна может быть месть обиженной женщины, если однажды судьба наделяет ее властью и богатством. Впрочем, заветную статуэтку получил все же мужчина. Актера Сергея Максимова жюри фестиваля признала лучшим в этом году за роль Альфреда Ила, того самого мужчины, которого фатальные ошибки молодости обрекли на смерть. «Ну давай, зови меня, как звал ты!» «Моя дикая кошка!» «Моя дикая кошка!» «Еще как!» «Моя колдунья!» «Моя колдунья!» «Театр должен жить в широкой среде, в широкой среде мирового театрального пространства, регионального театрального пространства. Почему бы и нет? Это большая необходимость. Это не самый крупный фестиваль может быть, это не самое высочайшее достижение может быть, но двигаться в этом направлении необходимо». За лучшую женскую роль статуэтка досталась самарской актрисе Наталье Носовой за спектакль «Русский и литература». Гран-при фестиваля вручал Олег Фурсов. Актеры и зрители с нетерпением ждали оглашения результатов. «Он обретает, конечно, популярность. Это видно и по аншлагам, которые были всю эту неделю. Это видно и по количеству тех театральных коллективов, которые приезжают к нам. Нас, конечно, это очень-очень радует, потому что наш город – город с хорошими театральными традициями. Ну а диплом «Гран-при» награждается спектакль «Господа Головлёвы» «Первский театр. Йоанна Занитова». Я очень надеюсь, что этот фестиваль будет долгие годы жить и будет очень успешным. Спасибо. Расставаясь на хорошей ноте, актеры и зрители не прощались друг с другом, а говорили «увидимся через два года». Третья «Волготеатральная» состоится в 2017 году. Мариана Мирная, Максим Гусев. События. В преддверии Международного дня пожилых людей в Самаре отметили самых активных людей почтенного возраста. Они удостоились почетных знаков и грамот губернатора. Награжденные проявили себя в разных сферах – соцработа, спорт, медицина, развитие ветеранского движения. От имени губернатора гостей приветствовала министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. В Самарской области проживает больше 800 тысяч людей пожилого возраста. Средняя продолжительность жизни в губернии выросла почти до 70 лет. Почтенный возраст – не помеха для активной жизни, считают пенсионеры. Для нас очень важны цены, когда люди, которые имеют богатейший жизненный опыт, тем более те поколения, которые участвуют в войне, они сейчас, несмотря на то, что казалось бы, заслужили отдых, продолжают путиться, делиться своим опытом, помогают расстрелиться молодой поколению. Самому пожилому бегуну – за 70, самому молодому – не больше пяти. Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Кросснации-2015». В этом году в ней приняли участие 84 региона. Самарский спортивный марафон привлек почти 5 тысяч жителей. Дистанции подбирали в соответствии с возрастом и физподготовкой – от 300 метров до 12 километров. Специальный забег на 218 метров посвятили чемпионату мира по футболу, который пройдет в России. Бежали не за призами, а за здоровьем и для проверки собственных сил, уверяют участники. Главное – стартовать, а дальше газануть, а дальше уже не обязательно. Ежегодно мы готовимся в клубе, занимаемся бегом. У нас всегда заряжен спортивный дух, хорошее настроение. Все-все у нас в порядке. Большой баскетбол стартовал в Самаре. Турнир памяти легендарного тренера Генриха Приматова начался с ретро-матча. На паркет вышли звезды баскетбола в 80-х и 90-х. В том, что бывших чемпионов не бывает, убедился Сергей Кизоркин. На паркет в ретро-форме выходят ветераны. В красном – команда «Строитель». В 80-е под руководством легендарного Генриха Приматова, заслуженного тренера Советского Союза, она попала в элиту советского спорта. В белых майках еще одна баскетбольная эпоха – команда 90-х. Самара тогда стремительно ворвалась в первый эшелон профессионального европейского баскетбола. Некоторые игроки успели поиграть за сборную России на Олимпиаде и Чемпионате мира. Мы по-прежнему в спорте, по-прежнему любим баскетбол, независимо от нашего возраста. После окончания карьеры ты все равно эмоциональный человек, тебе хочется и забивать, и выигрывать. Хорошо, что баскетбол живет в Самаре усилиями баскетбольного клуба «Самара». Сейчас сохраняется, это очень хорошо. То, что помнят, то, что дети приходят, дети двигаются. Я вне с поколения существует, то есть есть наш возраст, есть чуть помоложе, есть совсем молодые. Это радует. Возраст ветеранам баскетбола не помеха. Кому за 40, кому за 60. Но спортивный азарт до сих пор у них в крови. И хотя матч длился всего 20 минут грязного времени, а не 40 минут чистого, борьба на паркете получилась нешуточной. Каждое очко добывалось, как в молодые годы, с трудом. В итоге победила дружба со счетом 22-22. Риматов пришел 39 лет назад. Мы были молодыми, моложе на 39 лет. И мы почувствовали себя такими же молодыми, как и ребята, которые играли напротив. Поэтому благодарны организаторам турнира за то, что достали на такую возможность вернуться в молодость. После матча ветеранов турнир Приматова продолжили современные команды. За кубок Куйбышевского тренера сразятся победители. Команды «Самара» и «Красный Октябрь» из Волгограда. Александр Шугаев, Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. Владеют не только пером, но и клюшкой. В Самаре прошел юбилейный турнир по мини-гольфу среди средств массовой информации. Его организаторы – региональный Минспорт, Федерация развития гольфа и областной союз журналистов. Напомним, в прошлом году команда телеканала «Самара ГИС» заняла на турнире первое место. В этот раз, чтобы не расстраивать соперников, наш канал уступил кубок первенства. Павел Баймаков принял участие в матче. Прицел, удар и мяч в лунке. С первой минуты игры на площадке закипели нешуточные страсти. Сдаваться без боя никто не намерен. Сергей Кизоркин – профессиональный хоккеист. За плечами десятки побед на льду. В мини-гольф играет второй раз в жизни, но уже понял – девиз «быстрее, выше, сильнее» здесь не действует. Это такой миниатюрный хоккей, я бы так сказал. То же самое. Есть цель, есть клюшка, есть мяч, нужно попасть. Как говорят тренеры, в этой игре, наоборот, нужно быть спокойным, как удав, тогда все получится. Мини-гольф как спорт оценила и профессиональная баскетболистка Валерия Макарова. Трехочковых сегодня не забросила, а просто с первого удара поразила большинство из девяти лунок, за что команда из «Самара ГИС» была признана лучшим игроком. Одно дело, когда ты смотришь на какое-то событие как репортер со стороны, совсем другое дело, когда ты погружаешься в это событие. Мини-гольф, у него своя атмосфера, и тем он и интересен. Впервые в этом году турнир по мини-гольфу среди СМИ проходит под открытым небом, на площадке, построенной возле 117-й школы-интерната. В прошлом году 18 модульных дорожек были сконструированы здесь с соблюдением всех мировых стандартов. В скором времени, по словам организаторов турнира, в «Самаре» появится вторая площадка для мини-гольфа. Будет введена в гольф еще одна площадочка на седьмой просеке в детско-юношеском спортивном лагере «Олимп». Там уже будет формат миниатюр-гольф, а там будет бетон. И вот когда у нас будет два вот этих формата, мы можем проводить любое соревнование, в том числе международное. С каждым годом мини-гольф в Самарской области становится все более популярным. Профессиональные секции работают в нескольких городах губернии, а их воспитанники занимают призовые места на международных соревнованиях. В следующем году журналистов снова обещали удивить и провести турнир уже по гольфу среди СМИ в открытом поле. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok